Я знаю, что новичкам бывает очень тяжело отправиться в самостоятельный путь и составить свою первую программу тренировок, и поэтому они начинают искать в интернете какие-то готовые программы, там, известных воркаутеров, известных атлетов и копировать их. Все мы начинали в свое время с копирования, с подражания, особенно когда у нас самих недостаточно опыта, и это не такой плохой путь. Просто нужно иметь в виду несколько вещей. Программа тренировок Находящийся на очень высоком уровне, когда был новичком, тренировался совсем по-другому. Это сейчас он тренируется так, потому что он может себе позволить, допустим, тренироваться 5 раз в неделю, 2 раза в день. Но когда он был новичком, он тренировался совсем по-другому. Если вы хотите подняться до его уровня, вам нужно найти программу, по которой он тренировался, когда был новичком. Проблема в том, что нигде нет этих программ. Никому не интересны программы новичков, поэтому они их не публикуют. Всем интересна только программа очень высокого уровня, потому что люди почему-то думают, что если они начнут повторять эти программы, они добьются таких же результатов. Поэтому первый момент, если вы берете готовую программу, посмотрите, для чего она была разработана, с какой цель. Второй момент, один из моих самых любимых, потому что очень часто то, что вы в интернете видите, называется программа тренировок, на самом деле ей не является. Она является просто тренировочной схемой или набором упражнений. Разница между набором упражнений и программой заключается в том, что программа ведет себя от точки А до точки Б. Она подразумевает повышение нагрузки, она подразумевает временное восстановление, она подразумевает кучу разных вещей. Это не просто список упражнений с количеством повторений, которые нужно сделать, и все, и ты как будто благодаря этому достигнешь результата. Нет. Любая программа – это постепенное изменение. Поэтому смотрите за тем, что вы в действительности берете программу тренировок, а не просто набор упражнений, взятый вот с конкретной недели конкретного дня. Этим очень грешат различные фитнес-журналы, которые берут какого-нибудь там профессионального атлета или качка, у которого запрещают там десятки лет тренировок и просто приводят вот так вот он тренируется на этой неделе. Да какая разница, как он тренируется на этой неделе? Вам не горячо от этого, не холодно того, что он делает вот три упражнения на спину, вот именно таких. Если вы не знаете, для чего он делает, почему, что было до этого, что будет потом, это просто набор упражнений. И с набором упражнений нет никаких проблем в плане того, что вы можете попробовать какие-то новые вещи на своей тренировке, внести в нее разнообразие. Просто не нужно ожидать, что вы получите тот результат, который вам обещают, если он изначально не заложен, если его там и не было. И это момент, который приводит нас к следующему моменту. Любая программа тренировок ограничена во времени. Потому что любая программа тренировок, как я уже говорил, направлена на достижение конкретной цели. А любой признак хорошей цели – это ограниченность во времени. Я, наверное, может быть, сделаю потом отдельное видео по тому, как правильно ставить цели и чем они должны характеризоваться, чтобы это были действительно хорошие цели, а не просто хотелки, желания, да? Но суть в том, что программа тренировок, она ограничена во времени. Она может быть написана на месяц, она может быть расписана на полгода, на год, неважно, на несколько лет бывают программы. Например, у олимпийских спортсменов, у них цикл подготовки занимает от четырех лет. То есть от Олимпиады до Олимпиады, чтобы вывести их на пик форме к следующей Олимпиаде. Понимаете? Четырехлетнее планирование. Это не так, что вот у вас программа, в понедельник одно упражнение, во вторник второе, в среду третье, и вот так вы четыре года делаете. Но, ребят, это же не серьезно. Поэтому вся та ерунда, которую пишут в большей части в интернете, ладно, в интернете есть и хорошие вещи, и полезные, но большая часть, особенно попсовых сайтах, там, о фитнесе, о бодибилдинге, о тренировках – это полнейшая чепуха. Можете даже не тратить на нее время. Сучом. Каждый раз, когда вы берете новую программу, начинаете по ней тренироваться, первое время у вас происходит, как бы, наработка, вхождение в режим, настраивание нервно-мышечной связи, потому что вы начинаете делать то, что вы до этого не делали. Будь то новое упражнение или порядок другой в упражнениях, да, если он изменился, или еще что-нибудь, нагрузка более высокая. Определенные, там, недели, две недели, три недели может пойти у вас просто на то, чтобы войти в режим, чтобы программа начала работать и начала давать какие-то плоды. Именно поэтому очень часто можно встретить идею о том, что если ты тренируешься по программе меньше месяца, то рано вообще делать о ней какие-то выводы. Это действительно так, потому что месяц это не такой большой срок, если ты решил взять одну программу, потренировался по ней 4 недели, сколько это, 12 тренировок, да, ну, в лучшем случае, там, тренировок 16 у тебя будет, и ты такой, нет, знаешь, она не дает результат, пойду-ка я возьму другую, и ты начинаешь прыгать, 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 в итоге никакого результата не получаешь. Серьезно, это не имеет никакого смысла вообще. Стоит в том, что вначале идет врабатывание, да, встраивание, когда ты входишь в рабочий режим, дальше у тебя идет какой-то период, когда ты получаешь максимальный результат от этой программы. То есть ты уже понимаешь, что нужно делать, твой организм чуть-чуть адаптировался, да, несколько адаптировался, но нагрузка для тебя существует. И дальше после этого периода начинается период застоя, так называемый, так, плата, да, когда твой организм уже полностью привык к той нагрузке, которую ты даешь ему по этой программе, по этой схеме, и у него уже нет стресса, нету никаких стимулов для того, чтобы расти дальше, и он просто не растет. Это именно тот момент, когда нужно начинать что-то менять в программе, либо менять программу целиком, если ты уже давно по ней занимаешься. Таким образом, любая программа должна быть ограничена по времени. Если ты видишь где-то, что программа не ограничена по времени, то это должно сработать для тебя, как красный маркер. Действительно ли это хорошая программа, или это просто набор упражнений. Ну и, наверное, последний важный момент на сегодня. Не относитесь к программам тренировок как к некоторой догме, которую вы должны следовать от А до Я, и тогда она даст результат. Нет, не даст. Даже если вы сами себе составите программу, даже если у вас уже большой опыт, вы давно тренируетесь, учитываете все факты, которые нужно учитывать, все равно не факт, что то, что вы составите на бумаге и в теории должно работать, даст вам тот результат, который вы хотите получить на практике. Относитесь к программам тренировки скорее как такой, не знаю, методички, к набору идей, особенно речь идет о чужих программах, которые вы можете увидеть в интернете. Относитесь к этому как к набору идей, к каким-то вещам, которые вы можете позаимствовать, попробовать, адаптировать под себя. Но не к тому, что должно обязательно работать для всех людей, вне зависимости от вообще всего, просто потому, что это такая замечательная программа. Этого не будет. На этом, наверное, можно заканчивать сегодняшнее видео, потому что все основные вещи я вам рассказал. Единственное, что хочется добавить, не нужно бояться начать составлять программу самостоятельно. Реально, это не так сложно, не нужно бояться облажаться в этом, ничего страшного не произойдет. Не будет такого, что вы состоите себе программу, начнете по ней заниматься, получите какой-то результат и, блин, вы не достигли того результата, который хотели в кратчайшие сроки, не начали подтягиваться 30 раз за месяц. Нет, вы получите опыт, неоценимый опыт. Потому что вы начали заниматься, подумали, так, все хорошо, но чего-то не хватает. Я уверяю вас, что вы увидите, что не хватает в вашей программе, когда вы начнете по ней заниматься. Это довольно очевидные вещи. Увидел, что не хватает, добавил это в программу, изменил ее, подстроил под себя, продолжил двигаться дальше. И так до тех пор, пока не получил свой желаемый результат. А когда получил свой желаемый результат, поставил себе новую цель и начал двигаться к ней. И вот так вот зигзагом ты достигаешь своих результатов. Не будет быстро, это я гарантирую точно. Но это будет точно, если ты будешь тренироваться и анализировать свои ошибки. На этом все на сегодня. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующих роликах. А я пошел тренить. Пока. И да, чуть не забыл. Огромное количество различных тренировочных схем есть на нашем канале в первых пяти сезонах видеоблога команды Patriots. Можешь спокойно их смотреть и повторять. Они рассчитаны на начинающий-средний уровень и позволят подняться тебе, скажем, с 5-10 потягиней до 20-30. И с 25-30 отжиманий до 100 отжиманий от пола. Ну, еще ты параллельно научишься делать выходы силы, отжиматься на брусьях, узнаешь, как делать правильно флажок, передний вид, стойку на руках. И много всего интересного. Так что смотри, вот, ссылочку, ссылочку где-то. Где-то будет ссылочка. Все, теперь точно все. Пока.